Кристиана Гоут Рафаэль Ромеро Флор Нунес Эдуардо Саррано В фильме Незабываемое Почему ты не сказал, что сеньор Шульц прислал копию фильма? Извините, что-то не так? Нет, нет, не волнуйтесь. Хуан Висенте, у меня не было времени. Пленка пришла вчера, а ты был занят приготовлениями к свадьбе. Этот фильм очень опасный. Разве можно о нем просто забыть? Там же военные. Ну ладно, извини, забыл. Не сердись. Вам, наверное, лучше прийти в другой деле. В данный момент мы заняты. Нет, минуту мы его посмотрим. Хуан Висенте, у нас нет времени. Потом этот фильм принадлежит Хасинте Лиале. Это правда. Но вы же знаете, о чем он. Хасинта мне все рассказала. Я думаю, ничего страшного, если мы втроем его посмотрим. Там должно быть лицо убийцы родителей Симона Лиале. Фунос, заряжай. Не делай этого, Хуан Висенте. Добрый вечер. Сестра Патросиньо, что вы здесь делаете? Вот мы и в Сан-Андресе. Мы останемся на ночь. Чей это дом? Дом принадлежит монастырю. Не беспокойтесь, вы одни. А тот человек, который должен снабдить нас документами? Синьора будет позже. Я сам ей позвоню. Что с тобой, Оскар Энрике? Воспоминания. Недалеко отсюда погиб Симон Лиаль. В Ля-Баранку едем завтра, как можно раньше. Хорошо. Вот, зашла спросить, не могут ли мальчики показать нашим детям фильм. Они будут в восторге. Согласен, Фунос? Да, конечно, но бесплатно я не могу. За электричество надо платить. Фунос, перестань. Хорошо, покажем бесплатно. Это все хорошо. Но там невеста нервничает, переживает, что жениха еще нет. Я женюсь. Такое со всеми невестами случается. Желаю счастья, сынок. Пошли вам Бог здоровья, счастья и много детишек. Спасибо. Кстати, я хочу присутствовать на просмотре. Слава Богу, вы нашлись. Прости, сынок. Вижу я не вовремя. Насколько я понимаю, ты не хочешь, чтобы его еще кто-то видел? Кроме вас и Хасин Телиаль никто его не должен видеть. Посмотрите и поймете, что надо бежать из города как можно быстрее. Доктор Перет, как дела? Что-то случилось, Мамелла? Доктор, понимаете, дело в том... Простите, но я к вам с большой просьбой. Слушаю. Доктор, дело в том, что мама... Я за нее очень переживаю, доктор. Она такая возбужденная в последнее время. Мне это совсем не нравится, доктор. Да. Понимаю, как это тяжело. Она совершенно себя не контролирует. Представляете, взяла и швырнула ваше лекарство. Ну, те капли, которые вы ей прописали. Она отказывается их принимать. Вы не могли бы дать еще мне. Хорошо. Лекарство в кабинете. Сейчас принесу. Спасибо, доктор. Я вам очень благодарна. А вы не будете навенчания Верхини? Вы постоянный гость к Алканю. Сами знаете, доктор? Нет, мне сейчас не до празднований. К тому же, я простужен. Ай, доктор, это очень странно. Рассбодритесь. Может, если вы отвлечетесь, вам станет лучше? Не думаю. Кроме того, в последнее время Донни и Леонора сердятся на меня за диагноз. Доктор, почему вы раньше нас не предупредили? Вы заставили нас врасплох. Мы все переживаем. Для нас это очень тяжелый удар. Я знаю. Мне остается только извиниться. Я понимаю, как вам тяжело смотреть на Донни и Леонору в таком состоянии. Я молчал просто потому, что не хотел вас будоражить. Понимаете? Да, не меняйте себя, доктор. Вы делаете все возможное. И я благодарю вас от всего сердца. Не говорите ничего. Я сама присмотрю за тем, чтобы мама принимала лекарства. Если она откажется, я буду подмешивать его в суп или сок. Но она обязательно будет его принимать. Не грустите, доктор. Приходите к нам. Так вы принесете лекарство? Доктор, я очень прошу вас. Да. Сейчас принесу. Спасибо. Мама-мама. Стучись, прежде чем входить, Селсо. Если ты пришел убеждать меня в том, что я потеряла разум, можешь уходить. А еще лучше, иди и напиши об этом в вашей грязной газетенке. Хоть время сэкономишь. Прости. Мы все так нервничаем. Но это не повод для того, чтобы становиться врагами, мама. Мы же одна семья. О чем ты говоришь, Селсо? Я тоже думала, что у меня есть семья. Но мои дети встали на сторону несчастного Франсиско де Пауло, который объявил меня безумной. А сам делает, что ему заблагорассудится. Я никогда не считал тебя безумной, мама. Но ведь и возраст начинает сказываться. Тебе надо отдыхать. Нет. Я не позволю указывать, когда мне отдыхать. И что мне делать? Зачем ты пришел? Я хочу лечь. Я прошу тебя быть на свадьбе Верхинии и Хуана Висенте. Нет. Я вам говорю, эта свадьба и все, что связано с Максимилианом Монтеро, принесет нам несчастье. Прошу тебя, мама, забудь о Монтеро. Верхиния влюблена. Она нуждается в нас. Для нее это очень важно, умоляю. Не обижай ее, мама. Ты знаешь, я очень люблю свою внучку. Что с тобой? Ты говоришь так, будто я вижу ее в последний раз. Всякое может быть. Не понимаю. Что значит всякое? Ничего, ничего, мама. Верхиния выходит замуж и уезжает из города. Завтра они едут в столицу в свадебное путешествие. Умоляю, мама, не расстраивай Верхиния. Приходи на свадьбу. Не могу дать тебе ответ сейчас. Я подумаю. Сейчас вы поймете, почему Хуан Висенте не должен видеть этот фильм. А я бы сказал, и вообще никто. Это он. Это убийца. Кто этот человек, Фунос? Максимилиано Монтеро. Ты прекрасно выглядишь. Ты будешь самым красивым мужчиной на свадьбе. Мне будет не хватать только тебя. В моей жизни было не так много мгновений, когда я была счастлива, как сейчас. Теперь всегда так будет, Хасинте. Обещаю. Меня очень беспокоит все, что происходит вокруг. Но когда ты меня обнимаешь, я успокаиваюсь. Останься со мной. Пожалуйста. Сделай меня счастливым. Будь здесь, когда я вернусь. Нет. Я сомневаюсь, что это будет правильно. Хотя бы на вечер. А мы побудем вместе. Все втроем. Ну, хорошо. Я останусь. Я не задержусь. Не торопись. Я буду ждать. К тому же я очень устала. Хасинте, тебя что-то беспокоит? Патросиньо не одобряет наших отношений. Я рассказала ей про ребенка, и все же она против. Она моя ближайшая подруга. Знаю, знаю, знаю. Но рано или поздно она все поймет. Очень скоро я буду свободен. Мы сможем открыто любить друг друга. завивать свое место под солнцем. И ничто нам не будет мешать. Скоро мы станем мужем и женой. да. 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 Может, все-таки вас проводить? Вы очень взволнованы. Нет, все в порядке. Фунос, сколько мы с тобой знаем ужасную правду. Ни один человек не должен ее знать. Вообще никто. Ну, а почему мы должны скрывать это от сеньоры Хасинте? Ведь она же нам его дала. Не могу объяснить. Прошу тебя, поверь мне. У меня есть очень веские основания, как у тебя для Хуана Висенте и Мари Тересы. Поверь мне. Хорошо, хорошо, не беспокойтесь. Я никому ничего не скажу. Этого фильма никто не увидит. Спасибо, Фунос. Я, пожалуй, пойду. Мне еще многое надо успеть. Заходи, Симон. Вот, принесли. Я и не ожидал, что тайная организация сестер столь могущественна. Настоящие? Очень хорошие копии. А скоро будут и настоящие. Не дождусь, когда мы будем в Ля-Баранке. Посмотри. Там все еще пишут про великого Симона и его дружков. Как можно так искажать факты, несправедливо называть человека преступником? У автора извращенное видение мира. Придется его подправить. Боюсь, мои друзья оказались в трудном положении. Не дождусь, когда мы будем в Ля-Баранке. Почему Хуанши-то задерживается? Он уже должен был вернуться. Не знаю, наверное, решил дождаться темноты, чтобы за ним никто не увязался. Хуанши прекрасно здесь ориентируется. Жанголь, кто-то идет. Это он. Что случилось? За тобой не следят? Нет. Солдаты прочесывают побережье. Ты уверен, Хуанши? Я сам их видел. Все на лошадях. Их много. Что значит много? Человек 20-30. Много. Значит, они на побережье. Да. Они, видимо, решили, что мы собираемся бежать морем. Нет. На всех дорогах тоже посты. Самое безопасное это сидеть здесь. Да, здесь мы можем отсидеться несколько дней, но рано или поздно нас найдут. Решено. Больше обсуждать не будем. Я сегодня сам пойду в город. В город? Это опасно, Жанголь. Никто не должен отсюда выходить. Но кому-то надо сходить в город. Ты же сам говоришь, что здесь мы можем скрываться лишь до поры до времени. Когда-то надо будет отсюда выбираться. А для этого нужны деньги и оружие. Меня в городе никто не знает. Так что пойду я. Я проведу вас закоулками. Я знаю город. А вы правда на себя не похожи. Надеюсь, сынок. Иначе нам конец. Пошли. Жан-Поль. Возьми. Будь очень осторожен. При малейшей опасности уходи. Не рискуй. Запомни, ты нам нужен живой. Вы тоже берегите себя. Жан-Поль, когда будешь в городе, скажи моим... Скажи... Со мной все в порядке. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok именем республики и властью, данной мне законом, объявляю вас мужем и женой. Субтитры создавал DimaTorzok Девочка, поздравляю. Папа! Девочка моя! Делорита! Будьте умницей. Ведите себя хорошо. Идите сюда. Выпьем за здоровье молодых. Позвольте мне поднять бокал за молодоженов. Пусть счастье не покидает вас всю жизнь. Салют! Это безумие, мадам. Чистой воды безумие. Она моя дочь, Мишель. И я не могу не пойти на ее свадьбу. Если бы я знал, я бы ни за что не сказал, что она выходит замуж. Если бы ты промолчал, я бы тебе этого никогда не простила. Пойми же, Микаэлла, ты подвергаешь себя опасности. Как только ты выйдешь отсюда, тебя схватят полиция. Зачем? Ради чего рисковать? Как это зачем, Мишель? Что за вопрос? Верхиния моя дочь. Но ведь она даже не увидит тебя. Она не будет знать, что ты там. Ты не сможешь с ней поговорить. Тебе придется прятаться. Но я увижу ее, Мишель. Этого уже достаточно. Моя дочь умирает. Для меня просто посмотреть на нее, хоть издалека, уже счастье. Даже если я не смогу с ней поговорить. Конечно. Но можно подождать более подходящего момента. когда будет не так опасно. Я не могу, Мишель. Я не могу сидеть взаперти и отсчитывать последние минуты и часы жизни моей дочери. Ждать, когда она увянет. Я пойду, Мишель. Умоляю, не отговаривай меня. Я решила, что я увижу ее сегодня. И я сделаю это. Я тебя понимаю. Тогда надень хотя бы самую плотную вуаль. Хорошо. Я стану тенью. Никто меня не заметит. Да и потом, я думаю, сыщиков уже здесь нет. Не рассчитывай на это, Микаэлла. Не рассчитывай. Я буду держаться в тени, Мишель. На меня никто не обратит внимания. А я буду наслаждаться улыбкой дочери. Я хочу сохранить этот образ навеки. Идите сюда. обнимитесь, я хочу посмотреть. Не представляете, как я вам завидую. пообещайте сохранить свою любовь на всю жизнь. Обещаю. И моя жена тоже. Мы доживем вместе до внуков и правнуков. Прекрасная картина. Моя милая племянница, замужняя женщина. Верхиния, позволь тебе поцеловать. Дядя Франциско. Молодой человек, позволь тебя обнять. Я восхищаюсь твоим упорством. Мужчина должен драться за любимую женщину. Я бы хотел, чтобы мы забыли о прошлом, теперь перед вами открыта дорога к счастью. Желаю вам обоим много-много счастья. Верхиния. Что это? Небольшой подарок. Я хочу, чтобы вы насладились медовым месяцем. Пусть столица пойдет к вашим ногам. Спасибо, дядя Франциско. Тебе, наверное, пора переодеваться к церкви. Я и говорю, пойдемте. Хуан Весенто, ты должен видеть мое платье. Нет, нет. Вы испортите сюрприз. Пойдемте, пойдемте. Мне тоже пора. они напомнили мне счастливый день нашей свадьбы. Мне тоже надо переодеться, извини. Нати, пойдем со мной. Да, дочка. Пойдемте. Вот так. Побыстрее. Раздевайтесь. Сейчас я вам подам новое платье. Сеньорита Верхиния. Сеньорита Верхиния. Да. Красивое платье. Почему вы такая грустная? О чем вы думаете? Я себя странно чувствую, дала Рита. Странно? Как странно? Голова? Нет, у меня ничего не болит, не беспокойся. У меня странные ощущения. Словно во всем этом веселье и радости есть какая-то пустота, какая-то тень. Нет, нет. Я сейчас на вас рассержусь. Что это вы надумали? Так много всего, дала Рита. Я думаю о маме. Как бы я хотела, чтобы она была здесь. А бабушка? Она не захотела прийти. Нет, нет. Ваша бабушка просто больна. Она хотела присутствовать. Давайте переодеваться. Нет, дала Рита, дело не в болезни. Ты знаешь, Калканьо и Монтеро едва разговаривают между собой. Я так перепугалась, когда дядя Франциско дал мне этот конверт. Я испугалась, что Хуан Висенте откажет ему и произойдет что-то ужасное. Почему что-то должно произойти? Не знаю. Со мной вечно что-то происходит. Каждый раз, когда я так близка к счастью, происходит что-то ужасное. Послушайте, сеньора Виргиния Монтеро. Единственный, кто портит вашу свадьбу, это вы сами. Вы похожи на старуху, а не на молодую девушку, выходящую замуж. Не ругай меня, зала Рита. Нет, буду ругать. Еще как буду. Что это такое? Такая роскошная свадьба. Такой красивый жених, и он так вас любит. А вы только и думаете о несчастье. Это грех. Постарайтесь улыбнуться. Я хочу, чтобы вы были счастливы, чтобы вы светились. Не хотите надевать платье? Ладно. Тогда я сама его надену и выйду замуж за Гуана Висента. И он будет очень рад. Не упрямьтесь. Ты и правда хочешь переодеться? А я думала, ты от колканью сбежала. Да, Нати, я хочу переодеться. Но в народе говорят, поменять черное на черное все равно, что сменить одну беду на другую. Перестань, Нати. Мы уже об этом говорили, и ты прекрасно знаешь, в чем дело. Детка, нельзя же всю жизнь ходить в трауре из-за циркового артиста. Можно? И я не хочу слышать, что ты об этом думаешь. Ведь я же не о себе. Я о тебе думаю, моя взбалмошная королевна. Посмотри на себя. Люди ругают тебя, в тебя тычут пальцы. Вот чего ты добилась, в конце концов. Пусть говорят. Пусть тычут пальцем. Ведь они не лгут, когда говорят, что я была любовницей Симона, и я буду ему верна. Нет, 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 не говори так. А то еще сойдешь с ума. Совсем рассудок потеряла. Детка, как можно быть любовницей мертвеца? Симон не умер, Нати. Он дышит, когда дышу я. А когда я смотрюсь в зеркало, я вижу его на дне своих глаз. И мне непонятно, как его не видят другие. Иди ко мне. Взгляни на меня. Я посмотрю. Посмотрю в твои блестящие глазки. Красавица моя. Единственное, что я там вижу глубоко-глубоко, как на дне океана, горькая тоска. Ты тоже не видишь. Но Симон для меня жив. И мне нечего стыдиться, даже если никто его больше не видит. Как ты не понимаешь, дорогая? Тебе надо жить. Жить. Я живу, Натя. Только я живу вот так. И так буду жить. И чем бы я ни занималась, я всегда буду с ним. Во сне и наяву. Всегда. Все 24 часа. А если дни станут длиннее, то и дольше. Но, детка, это ведь все равно, что быть замужем за призраком. Я и люблю призрака. В тот день, когда меня привели в церковь, чтобы выдать за Франсиско, на одно мгновение я увидела Симона. Он ждал меня у алтаря. И этот образ огнем горит у меня в мозгу. И я вижу его всегда. И сегодня, сегодня, в день свадьбы Верхинии, я смотрю на нее, а вижу себя. Будто я выхожу замуж. за Симона навсегда. Да. Я согласна. Мария Тереса Монтеро, женщина, которую ты любишь, дочь убийцы твоих родителей. Поехали! Горька! 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 Кармелина! 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 Сеньора, сограли! Опять замечталась? Слушай, ты помнишь платье, которое я никогда не надевала, потому что оно слишком облегающее? Да, конечно, помню. Такое платье... Надя говорит, оно вульгарное. Оно несколько вызывающее. Но если ты найдёшь мне подходящее нижнее бельё, я, пожалуй, его сегодня надену. Конечно, найду. Вы будете самой красивой на свадьбе. Это точно. Хорошо, я у себя. Кандида, отнеси это сеньоре Саграрио. Да ты не бойся. Она не злая. Знаю, крёстная сказала, что она не хочет с тобой говорить. Но это потому, что сеньоре Саграрио очень грустно. Знаешь, как она себя сейчас чувствует? Ну, совсем как ты. Когда у тебя забирают куклу, понимаешь? Ага. Поэтому она такая грустная. А ты её можешь развеселить. Так лучше. Отнеси. Я сказала кормили, чтобы она сама принесла. Зачем она присылает тебя? Как тебя зовут? Ты не умеешь говорить? Интересно, где они тебя откопали, девочка? Кто твоя мама? Нет. Это я. А я тебе не мама. Тебя обманули. Тебя обманули так же, как когда-то меня. Иди. И больше сюда не приходи. И забудь, что я твоя мама. Что случилось? Что случилось? Что случилось, крошка? Это я во всём виновата. Не надо было тебя посылать. Слушай. Просто синьора Саграрио тебя ещё не знает. Потом она больна. Поэтому она с тобой так обошлась. Но клянусь, я научу тебя говорить. И клянусь, твоя мама тебя полюбит. А теперь давай собираться на свадьбу. И куклу с собой возьмём, хорошо? Пошли. Пошли. Здравствуй. Не уходи. Говори, зачем пришёл? Или ты испугался? Мне кажется, сейчас не время для разговора. Почему? Потому что я обнажена? Знаешь что, я всю жизнь прожила обнажённой. Смотри. Неужели ты уйдёшь сейчас, когда перед тобой стоит женщина, которую ты хочешь? Не шути со мной. Зачем ты пришёл? Ты пришёл за мной. Вот я. Ну и что ты будешь делать? Ты сводишь меня с ума. Как ты этого не понимаешь? Но ты не знаешь, как меня взять. Ты не умеешь любить женщину. Не знаешь, как завоевать женское сердце. Чего ты от меня хочешь? Мстишь за то, что произошло? Нет. Того, что ты со мной сделал, уже не поправишь. Но мужчина, настоящий мужчина, может заставить женщину забыть это. Ну же, повернись. Посмотри на меня. Я не испытываю больше стыда. Это случилось, потому что я тебя не знал. Я и подумать не мог, что способен на такие чувства. Мне жаль. Зачем тебе понадобилось разбить то, что могло бы быть? Прошу тебя, забудь это. Заставь меня это забыть. Можешь? Это мое самое большое желание. Поверь, я хочу этого даже больше тебя. Я ни разу не отдала своего тела мужчине, которого не любила. Ты убил во мне что-то очень красивое. Ты лишил меня сна, который был моей явью. Разве можно вернуть цветку, запах и красоту после того, как его сорвали? Скажи что-нибудь. Убеди меня. Верни мне желание любить. Убедись, Амар. Убедись. Убедись, Амар. Убедись, Амар. Убедись. Патросиньо, Хосиньто, я искала тебя и в монастыре, и в пансионе, только потом сообразила, что ты здесь. Ты одна? Да, Максимилиана на свадьбе сына. В чем дело? Кто-то заболел? Нет, с детьми все в порядке. Тогда в чем дело? Почему у тебя такое лицо? Патросиньо, не пугай меня, что произошло? То, что ты здесь, в этот час, о многом говорит Хосиньто. Я остаюсь. Я пришла просить тебя немедленно уйти. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, и довладычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмекающимися по земле. Спокойно. Это же просто венчание. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Возьми. Я думала, ты не придешь. Ничто не помешает мне присутствовать на венчании сына. Он должен знать, что у него есть отец. И да укрепят они церковь через наследников своих, во имя Господа нашего Иисуса Христа. И дети их, как Господь, будут жить и царить вас. Успокойся, прислонись ко мне. Ваши дети, кои являются детьми Божьими, живут и царствуют с вами в единении со Святым Духом на веки вечные. Да пребудет с вами мир и благоденствие. Аминь. Хасинта. Максимилиано Монтеро еще не развелся. Мы уже об этом говорили. Какая разница? Максимилиано ушел от Мерседес. Он с ней больше не живет. Он живет здесь. Он окончательно сюда перебрался. При чем здесь это? Ты же знаешь, милые бронятся, только тешатся. Ты уверена, что завтра он к ней не вернется? Уверена? Нет, к Мерседесу он не вернется. Я в этом уверена. Патрусиньо, я тебя понимаю. Знаю, что ты хочешь сказать. Но ты и меня постарайся понять. Я тебя понимаю. Тебе кажется, что завтра жизнь кончится. И ты хочешь прожить остаток дней, отдавшись страсти. Нет, не только. Я люблю Максимилиано. А он меня. Едва ли не с детства. И вот теперь мы можем быть вместе. Я от него не откажусь. Потому что мы ждем ребенка. Нашего ребенка. Пойми же, наконец, что тебя беспокоит. Патрусиньо. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Но это не для тебя. Не для меня? И ты говоришь это мне? Хасиньто, нам не стоило сюда приезжать. Не стоило этого делать. Вернемся в горы, Хасиньто. Поверь. Это плохо кончится. Уедем отсюда. Что плохо кончится? Я не понимаю, почему ты так говоришь? Почему это должно плохо кончиться? Патрусиньи, мне очень жаль, что ты так думаешь. И мне очень жаль, что ты против меня. Послушай меня. Ради всего святого. Если ты мне доверяешь. Если моя дружба что-то для тебя значит. Послушайся моего совета. Положи этому конец и немедленно. Давай уедем отсюда. Ты же видела, что они сделали с Симоном. Теперь он не может сюда вернуться. Давай уедем. Здесь настоящий ад. Патрусиньо. Ты говоришь страшные вещи. И совершенно необоснованно. Я не уйду. Я не уйду от человека, которого люблю. И от нашего ребенка. Я хочу его растить. Прошу тебя. Прошу тебя, Патрусиньо. Не разрушай мое счастье. Хуан Висенте Монтеро Санчес. Согласны ли вы взять в жены Верхинию Калканию Пачано? И любить и уважать ее до тех пор, пока смерть не разлучит вас? Да, согласен. Верхиния Калканию Пачано. Согласны ли вы выйти замуж за Хуана Висенте Монтеро Санчеса и любить и уважать его? Это она, Лапеш. Врача. Скорее, врача. Фильм озвучен по заказу телесети ТНТ. Режиссер Ирина Смольская. Звукорежиссер Александр Зубов. Перевод Татьяны Моноенковой. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Маликова, Алексей Инжеватов, Юрий Петров. Текст читали Ирина Маликова, Юрий Петров. Фильм озвучен по заказу телеси. Фильм озвучен по заказу телеси. Субтитры создавал DimaTorzok